Каждая строчка дается с трудом. Невероятно сложно подобрать нужные слова. Никита Местрюков пишет письмо детям, которые выжили в чудовищной бесланской трагедии 2004 года. В письме я написал слова поддержки. Написал, что как важно помнить, потому что если мы помним, люди, которые от нас ушли, они всегда живы в наших сердцах и в наших душах. Участники акции «Память Беслан», 50 молодых людей, учащиеся образовательных учреждений и представители молодежных организаций «Самары». За круглым столом ребята обсудили проблему терроризма в современном мире и посмотрели документальный фильм о событиях 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Также был организован канал видеосвязи с учителем истории Бесланской школы номер один имени героев спецназа ЦНС ФСБ Российской Федерации. Надежда Ильинична – свидетель трагедии, в которой потеряла двоих детей. Она стала инициатором создания в школе музея памяти, где будут храниться письма поддержки отца морской молодежи. Очень важно то, что вы помните, то, что вы не забываете. И когда есть такое выражение, вот у меня огромное горе, когда кто-то с кем-то я поделилась, и этот человек взял на себя кусочек, у меня его становится меньше. Патриотическая акция «Память Беслан» в таком формате в Самаре проходит впервые. Главная цель – профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде, а также сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах, произошедших в Беслане в 2004 году. Акция проходит в рамках программы «Молодежь Самары», направленная на патриотическое воспитание. Ну и, конечно же, это определенный патриотический аспект, потому что мы здесь говорим о тех героях, которые защищают нас, которые ценой своей жизни делают так, чтобы нам жилось более безопасно. Участники акции запустили в небо белые воздушные шары в честь погибших сотрудников спецназа России, которые спасли в тот день немало жизней. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.